Добрый вечер! Вы смотрите программу «У нас в правде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о той роли, которую сыграли СМИ во время прошедшей президентской кампании. Ни для кого не секрет, что средства массовой информации по-прежнему остаются одним из самых мощных средств влияния на умы избирателей, одним из самых серьезных рупоров агитации и пропаганды. И чего греха таить, в ходе предыдущих кампаний далеко не всегда средства массовой информации использовались в полном соответствии с законом. Как было в этот раз, об этом нам расскажет гость студии, которую я с удовольствием представляю, Александр Чекмышев, глава комитета «Ривнесть, Можливости». Здравствуйте, Александр! Добрый день! Ну, прежде всего, давайте, собственно говоря, о том, что за мониторинг вы осуществляли, на каком уровне и за кем, собственно говоря, наблюдали. Мониторинг мы делаем регулярно во время всех избирательных кампаний, начиная с 1994 года. В этот раз мы делали общенациональный и региональный мониторинг. Это, так если в среднем по Киеву, это 8 киевских телеканалов, 6-7 газет, 4 интернет-сайта и 4 местных, ну, общенациональных, можно сказать, телекомпаний. В регионе в среднем это 2-3 телеканала, до 5 газет и, как правило, 1-2 интернет-ресурса. Наиболее популярные, насколько я понимаю. Да, это минимальная выборка, потому что вот компания развивалась очень динамично. Еще полгода тому назад никто не прогнозировал досрочных выборов, как сейчас происходило. Ну, и поэтому пришлось именно таким образом мониторить. Наша методология. Мы меряем объем эфирного времени, соответственно, если это радио или телевидение. И объем площади, это, соответственно, в печатных знаках, либо, точнее, символах. Это пресса и это интернет. Берем новостной контент и главный вопрос это, как предоставляются кандидаты, сколько времени, сколько внимания им уделяют медиа. И, безусловно, еще мы считаем тональность. То есть нейтральная, позитивная, либо негативная тональность. Также мы определяем рядом с основными кандидатами, мы показывали высших должностных лиц государства. То есть в данном случае Яценюка и Турчинова и членов правительства. Для чего это делается? Это международная методика, которая позволяет определить, насколько власть, прежде всего, самые высокие должностные лица, влияют или не влияют на ход кампании. Вмешиваются в организационный процесс. То есть админресурс, что называется, да, фактически? Да, или не вмешиваются. И поэтому, в отличие от кандидатов, их замеряют в двух, так сказать, ипостасях. Как исполняющих обязанности свои и как агитаторы. Давайте, кстати, по этому вопросу, потому что лично у меня, и мнение мое, в принципе, наверное, подтверждают более-менее эксперты, которых мы приглашали в ходе избирательной кампании. Вот когда говоришь о нынешней избирательной кампании, первое, что бросается в глаза, это практически полное отсутствие админресурса. Ну, эпизодически, да, может быть, но в том виде, в котором это встречалось раньше, когда там под видом депутатов и так далее, то есть, как бы, кандидаты разъезжали по регионам, для них собирались заводы, там, фабрики и так далее, вот этого не было. Может быть, это только мое мнение, или вы как эксперты? Ну, фактически, вы сейчас повторили один из выводов, которых мы вот сейчас, в частности, и в Харькове озвучивали, что да, вот когда мы смотрели и общенациональные телеканалы, и газеты, и телевидение в регионах, это парадоксально, но вот совсем недавно была кампания 2012, и мы помним президента Ягнуковича, мы помним премьера Азарова, мы помним о том, как бы они показывали, как они хорошо трудятся и исполняют свои обязанности, на самом деле, почти 100% это была сплошная агитация. Я помню, в то время мы только один фрагмент часовой записали, как на исполнение обязанностей, это когда в то время глава МВД, министр, прошу прощения, министр внутренних дел, комментировал дело так называемого караванского стрелка, и это действительно был только тот фрагмент, где и показали исполнение обязанностей министрам, все остальное была агитация. И вот, как ни парадоксально, прошло совсем немного времени, и вот когда мы распределяли время Яценюку, Турчинову, каким образом они, либо представляется исполнение их обязанностей, либо они агитаторы, мы не зафиксировали ни единого случая, ни единой секунды эфирного времени, где они выступали вроде агитаторов. Все, что было, это либо они просто призывали идти на выборы, то есть, так называемый мобилизационный фактор. Но это не является агитацией за кого-то, да? Безусловно, это, в частности, это и обязанность должностных лиц, призвать своих граждан идти голосовать. И единственный момент, когда различные эксперты высказывали разные точки зрения, как это может быть, может быть или не может быть админный ресурс, и они просто высказывали предположение, что поскольку Яценюк и Турчина однопартийцы Юлия Тимошенко, возможно, они ей будут помогать. Но ни единого факта о том, что они ей помогали, мониторинг не выявил. Это, кстати, один из главных выводов нашего мониторинга, это, безусловно, позитивный момент. Что касательно присутствия кандидатов в медиа, в том числе в эфире и на площадях газет в Харькове, насколько отличается картина от той, что была на предыдущих выборах, насколько она, в принципе, характерна, вот по количеству и по качеству своему? Ну, если говорить о количественных показателях, прежде всего, что касается Харьковщины, очень большой объем времени, прежде всего на телевидении, было представление позиций высших должностных лиц. Но это было, в принципе, оправдано и вполне объяснимо, потому что, собственно говоря, телевизионщики транслировали своей аудитории то, как высшие должностные лица объясняют, что происходит в стране в связи с событиями в Донецкой области, в Луганской. Действительно, общество требует такой информации, и должностные лица должны на это реагировать. И поэтому на Харьковщине, если сравнивать контент, до двух третей в определенные периоды времени, до двух третей эфирного времени, именно было на Яценюка и на Турчинова, как исполняющие своих обязанностей. Только одна треть – это информация непосредственно о выборах. Но общий вывод – все же, что избиратели получили информации достаточную для осознанного решения, потому что изменилось и качество смещения. Да, мы говорили и констатировали проблемы, то есть ничто не было идеальным. Мы говорили о том, что есть джинса, есть манипуляционные технологии, либо медиаэффекты, но по сравнению с компанией и 2010 года, и 2012, этого всего было намного меньше. Во-вторых, качество информирования улучшилось за счет того, что и на центральных телеканалах киевских, и в регионах, в частности, на Харьковских, пропал так называемый список табуированных лиц. Потому что не секрет, что практически каждый канал имел такой список, то есть тех людей, которых никаким предлогом нельзя показывать, или тем более предоставлять им синхроны, в лучшем случае свечать их в негативной тональности. Сейчас такого нет, мы не наблюдали такого ни на столичных телеканалах, ни на телеканалах в регионах. Наоборот, круг экспертов намного расширился, и это позволяло, как ни парадоксально, такой плюрализм позволял в большей степени даже пропагандировать какие-то сепаратистские идеи, потому что не было никаких ограничителей. Но благодаря тому, что вот этот круг экспертов стал намного шире, опять же, избиратели смогли получить больше информации для осознанного выбора. Тут надо вот добавить, что, наверное, с 2012, а может быть даже и с 2010 года, множество общественных организаций проводили достаточно серьезные тренинги для работников телерадиокомпаний, в частности, да, вот я тоже участвовал, в отношении правильного, с точки зрения закона, подхода к освещению выборов. То есть это были действительно полезные мероприятия, и, опять же, это мое личное мнение, вот, скажем, грубых нарушений, связанных, например, с отсутствием договора между кандидатом в президенты телерадиоорганизаций, с выходом каких-то заведомо, ну, заведомо каких-то там черных, за черный нал и так далее материалов. Вот таких вещей, в принципе, как-то все меньше и меньше становилось. Я не знаю, на этих выборах, ну, я, по крайней мере, не сталкивался. А вот джинса, к сожалению, да, она остается таким вот проблемой. Я вот, признаться, не знаю, с точки зрения закона, в принципе, возможно ли это урегулировать, потому что там достаточно серьезные лазейки. Ну, вот по джинсе, насколько вот ваша характеристика, насколько она была обильна, и, я бы сказал, вот это качество ее, да, вот насколько она была, насколько она воздействовала, могла воздействовать? Ну, опять же, если говорить по общему объему, джинса была, но ее было где-то 2-2,5 или даже в 3 раза меньше, чем, там, в 10-м или 12-м году. Изменилось качество, как ни парадоксально, в лучшую сторону. То есть, если заказные сюжеты раньше были отформатированы, ну, скажем так, они выглядели одинаково на разных телеканалах, абсолютно в одном формате, сейчас, во время этой кампании, вот эти сюжеты более удачно маскировались именно под формат каждой новостной программы, каждого канала, и, как бы, имели уже, как бы, отличительные черты, ну, которые, как бы, связаны, вот, конкретно с тем или иным телеканалом, то есть, как бы, маскировались под лицо мимикрия проходит этого телеканала. Ну, опять же, в общем объеме таких материалов было меньше. Вот если сравнивать разные виды СМИ, особенно много джинсы оставалось в газетах. Да, вот там как раз и были, насколько я помню, именно те случаи, когда слово в слово перепечатались в разных иззаниях, да? Ну, там придумали, я не знаю, вот, насколько, вот, это новая технология именно для харьковчан, ну, вот, интересный такой подход, это после выборов, это, конечно, можно уже комментировать, это когда идут материалы под определенной рубрикой, там, актуально, или, там, политический спектр, или что-то. Сама по себе рубрика абсолютно не связана, казалось бы, с рекламным контентом. Но в конце, в последней странице, очень мелким шрифтом обозначается, что вот материалы под такими рубриками, они являются рекламой. То есть, обычный читатель не может это идентифицировать как рекламу, но с точки зрения закона они перестраховались. Ну, с точки зрения закона они правы, да. Или примечание другого характера. Вот если, там, материалы отсвеченные другим тоном, там, более серый или более светлый, это тоже является рекламными материалами. То есть, вот таким способом, вот так, маленькие уловки, когда, вроде, соблюдается закон, ну, и подается реально джинса. Ну, фактически закон соблюден, да, тут трудно придраться. Мне, кстати, по этому поводу вышел принципиальный, наверное, где-то спор, тоже с одним из ваших коллег, которые отслеживали появление заказных материалов или необозначенных специальным образом материалов в средствах массовой информации, в частности, по телевидению. Ну, здесь, вроде бы, все четко. Здесь есть четкие требования к политической рекламе, а вот к агитации, вот таких требований нет, на самом деле. Да и у нас вышел вот спор в отношении того, нужно ли, в принципе, обозначать о том, что, если кандидат, четко обозначенный кандидат в президенты сидит в студии, рассказывает о своей предвыборной программе, нужно ли это обозначать как агитация? Вот интересно вашу точку зрения, потому что я считаю, что не очень нужно, наверное. Я думаю, что как раз излишне, каким-либо образом это обозначать, когда мы имеем дело с синхроном. Потому что синхрон, который идет непосредственно от кандидата, ну, само собой, понятно, что он не будет агитировать против себя. Даже если против себя, собственно, все равно это понятно, что это агитация, потому что он в этом качестве находится. Поэтому просто забирать время или там каким-то образом маркировать, тут, конечно, нет смысла. Но если показывается какой-то новостной сюжет, где он создал тот или иной информационный повод, и его показывает там поездку по регионам, потому что не секрет, львиная часть джинсы, связанная с топовыми кандидатами, это как раз сюжеты с их поездками по регионам. И понятно, то есть с точки зрения информационной важности, вот такой сюжет на фоне событий, которые происходят в Донецке, в Луганске, то есть особой социальной нагрузки такие материалы совершенно не несут. И вот это как раз один из признаков, как можно было вычислять, что это джинса, то есть абсолютно никчемный информационный повод поездка кандидата где-то там. Ну, ведь все профессионалы понимают, что вот какое-то событие само по себе для телевизионщика на самом деле не является событием, потому что заседание Кабинета министров – это не событие. Событие – то, что сказано или сделано на заседании Кабинета министров. Так само совершенно не является событием поездка сама по себе, а только то, что сделал или в крайнем случае сказал кандидат. Ну, там, собственно, так и делается. Кандидат приехал, кандидат сказал, и это очень важно на самом деле. Но вы правы, да, действительно, маркер, если не знаю, если в телепросторе Донецка появляется сюжет о том, как кандидат посетил там Херсон или Николаев, ну, да, вот это тоже интересный вопрос, собственно говоря, а при чем тут мы. Да, хотелось вот еще о чем спросить. А насколько, есть ли отличие вот в степени джинсы, да, в ее количестве, в концентрации между региональными СМИ и центральными? Потому что ряд центральных, в принципе, сказали, что мы отказываемся в этот раз от политической джинсы, хотя не факт, что они так поступили, наверное. Ну, вот как раз, если сравнивать общенациональные телеканалы и регионы, как раз в регионах было больше джинсы, и вот даже, вот, казалось бы, кому война, кому мать родна, но ряд кандидатов очень активно использовали джинсы вот в Донецкой, Луганской области, вот, и не только на телевидении, в интернет, в местных газетах, даже в районных газетах. Это шло очень активно. А вот идет какая-то миграция от, не знаю, от тех же газет, например, в сторону интернета, то есть кандидаты осваивают новые технологии, насколько я понимаю, да? Безусловно, то есть интернет тоже использует подобные форматы, то есть это либо сайт и клон газеты в электронном формате, либо чисто электронный вариант, ну, там тоже довольно активно использовались эти технологии, и это вот накладывало определенный отпечаток на избирательные кампании. У нас полминутки остается, и с вашего позволения, наверное, главный вопрос, а зачем до сих пор кандидаты вот это все делать? Я понимаю, зачем это делают СМИ, то есть там, да, вот, нужно как-то зарабатывать, нужно как-то жить. Зачем делают кандидаты? Это все до сих пор является достаточно эффективным? Ну, их политтехнологи считают, что это эффективным, но на самом деле, вот, я секундой пользуюсь возможностью именно потому, что она Симон, с другой, что нахожусь на телекомпании Симон, потому что вот то, что называется наш ответ Чимберлену, то, что сделал Зураба Лассани, я только что возглавил первый национальный, и только когда сразу стал, собственно, каналом общественного вещания, те дебаты, которые были задуманы, которые были реализованы при участии общественности, это один из тех же мощнейших факторов, которые и перечеркивали джинсу, и в конце концов позволяли зрителю получить необходимый объем информации для осознанного решения. Ну, мы меняемся, мир меняется вместе с нами, иногда мир меняется быстрее, иногда мы меняемся быстрее, но, тем не менее, процесс совершенно очевиден, наверное, эти перемены в большей части хорошие. Александр, спасибо, что сегодня были гостем в нашей студии, спасибо, что смотрели нас сегодня, на этом все, до свидания. Спасибо.